Так, как принимать продукт в детках, у которых была дисплазия тазобедренного сустава? Поле последствия... Блин, какая профилактика? Какие последствия в будущем и какая профилактика может быть? Ну, во-первых, дисплазию в любом случае нужно восстанавливать. То есть это, давайте уже сразу скажу. Страшное слово дисплазия, которое мы знаем, на самом деле это подвывих. Это подвывих тазобедренного сустава, который присутствует. Его закомпоновали красивым словом для того, чтобы вы отстали от нас родителей. Вот. По факту, в принципе, это подвывих сустава, который нужно методично вправлять. Для этого существует, в первую очередь, несколько методов. Первое. Более сильный метод работы — это так называемое вправление, то есть мануальные техники. И, естественно, массажи и профилактика через технические средства. Такие, как ортезы, ну и другие подобные. Вот. Если не провести форму вправления и возвращения ребенку подвижности, вот, естественно, впоследствии это может вырасти в сколиоз и нарушение, как раз именно походки, нарушение формы стоп, и вызовет впоследствии проблемы с тазом. То есть это необходимо делать в первую очередь для ребенка. Так.